Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Сегодня у нас рубрика «Одно стихотворение». Было бы просто смешно, если бы я попытался за несколько минут изложить сколь-либо серьезный анализ стихотворения Осипа Мандельштама. Но дело в том, что я так люблю этого поэта, что не могу отказать себе в удовольствии и, надеюсь, вам напомнить еще раз об одном из самых любимых моих стихотворений. А в руках, кстати, у меня в данном случае сегодня, невозможно об этом не сказать, томик из библиотеки поэта, Осип Мандельштам, издательство «Советский писатель». Когда я читаю, мне до сих пор самому не верится. 1978 год, Ленинградское отделение, год моего рождения. Вы знаете, это, вероятно, самая многострадальная по своей цензурной истории книга, уж если не в мировой, то в русской литературе. Те десятилетия, пока она пробивалась в печать, то, что с ней происходило, как мурыжили этого несчастного поэта, в этом смысле несчастного, это невероятная история. Если у вас будет возможность, обязательно узнайте историю эдиции, историю публикации стихов Мандельштама у нас на родине. И то, что делала его вдова Надежда Яковлевна, у нас любят поэта сначала убить или расстрелять, как Гумилёва, а потом по полвека возвращать постепенно, маленькими порциями, его стихи благодарным читателям. Что я вам хочу сказать. Конечно, это накладывает некий отцвет, отблеск на все творчество Осипа Емельевича Мандельштама. Для меня, во всяком случае, это очень важно. Но, с другой стороны, сами по себе стихи абсолютно не привязаны ни к какой трагедии. Они прекрасны. Они говорят о самом главном. Они написаны на века. Пока существует русский язык, стихи Мандельштама, я уверен, будут востребованы. Вот такое предисловие. Итак, вот этот самый памятный томик из библиотеки поэта. Декабрист. Тому свидетельство языческий сенат. Сии дела не умирают. Он раскурил чубук и запахнул халат, а рядом шахматы играют. Чистолюбивый сон он променял на сруб в глухом урочище Сибири. И вычурный чубук у ядовитых губ, сказавших правду в скорбном мире. Шумели в первый раз германские дубы. Европа плакала в тенетах. Квадриги черные вставали на дыбы. На триумфальных поворотах. Бывало, голубой в стаканах пунш горит с широким шумом самолара. Подруга Рейнская тихонько говорит в вольнолюбивая гитара. Еще волнуются живые голоса о сладкой вольности гражданства. Но жертвы не хотят слепые небеса. Вернее, труд и постоянство. Все перепуталось. И некому сказать, что постепенно холодея, Все перепуталось. И сладко повторять. Россия, лето, воролея. 1917 год. Как и многие другие стихи Мандельштама, Оно многослойно. Оно содержит, во-первых, прямую, довольно просто изложенную историю Одного из декабристов. То есть здесь не сказано кто, Но можно несколько кандидатур подставить под описанные приметы. И этот чубук, и эти игры в шахматах в офицерских клубах, И это тайное общество, и этот конгресс европейский, да, Шумели в первый раз германские дубы, Европа плакала в тенетах. Это, конечно, все, что происходило в эпоху Александра Первого. И потом, соответственно, восстание декабристов. Но жертвы не хотят слепые небеса, вернее, труд и постоянство. Как бы исторический вывод, черта, подведенная под этим восстанием, да, Под этим бунтом, протестом против того, что творилось в России. При этом одновременно рассказывается некое повествование в стихотворении, Которое не касается напрямую истории декабристского восстания. Это повествование о сложном взаимодействии двух культур. Если мы здесь вчитаемся, то мы наглядно увидим, что это российская культура, русская культура, да, русская дворянская культура искусства, да, вот все это вместе связанное, и германская культура. Они взаимодействовали. Это очень плодотворный был союз. Несмотря на любые издержки, несмотря, еще с давних очень времен, задолго до декабристов, еще с Бироновщины, совсем вот этих вот замечательных, послепетровских перемен и петровских реформ, вот еще с того времени началось по-настоящему плодотворное сотрудничество двух культур. И, конечно, этому сотрудничеству мы обязаны огромной частью нашей литературы и культуры потрясающей. Здесь это дано как бы опорными такими вешками, расставленными для внимательного читателя, чтобы сразу он понял, что не только речь идет о порядке, о новом порядке, который настал после разгрома Наполеона в Европе, шумели в первый раз германские дубы. Вот почему именно германские? Дальше подруга Рейнская тихонько говорит, вольнолюбивая гитара. Почему именно Рейнская? Вот романс, вот немецкая музыка, которая пришла вместе с немецкой поэзией, помните, у Жуковского, для избранных, его знаменитые переводы. Это все перевожения, баллады, романсы, это все жанры, которые корни свои имеют не просто в общей романской культуре, а и в Германии тоже. И вот оттуда все плавно к нам перешло и взаимодействовало. То есть это я очень вольно пересказываю, там гигантский какой-то объем материала, пытаясь как-то и для себя тоже проговорить, зафиксировать, понять, что именно я хотел бы об этом стихотворении запомнить. И в конце вот эта замечательная страфа, последняя, страфа с невозможной в хорошей поэзии рифмой, все перепуталось и некому сказать, что постепенно холодея, все перепуталось. И сладко повторять, Россия, лето, лорелея. Почему здесь возникает лорелея? Это все та же Германия, все тот же миф. Миф о том, что высокая культура существует в каком-то своем отдельном пространстве, и ее можно впитать вместе с бытом, с привычками. Понимаете, когда волна отхлынула назад, когда после 1812 года вернулись на родину те офицеры, те солдаты, которые побывали в Европах, они совершенно по-другому жизнь там увидели. Они совершенно по-другому все это воспринимали. И этот общеизвестный факт, он вот здесь так интерпретирован по-другому, гораздо шире. Все перепуталось. Что перепуталось? Конечно, перепутались времена. Здесь имеется в виду не только то, что происходило в 1812 году, но и то, что происходило позже, и то, что происходило после революции. Во-вторых, перепутались, конечно, вот эти культурные пласты, когда сказанное на немецком языке многими годами раньше откликнулось, отозвалось и не в литературе, не в художественном слове, а вот в жизни, в поступке, в мышлении, многие годы спустя в России. Это тоже вот такая вот своеобразная плетенка культурных пластов и взаимодействий. Все перепуталось и потому, что рассказ сбивается в неизбежную бессвязность, потому что уровень, глубина вот этого анализа, она становится уже невероятной, она уже не вмещается ни в биографию какого-то конкретного декабриста. Напоминаю, что стихотворение так и названо. Декабрист. То есть как будто рассказывается нам биография кого-то конкретного. Но это не так. Это не просто обобщенный образ. Это вот очень глубокий анализ, рассказ о бытовании культуры, как вот культура двух народов пересекаются. И смыкаясь, кое-где они порождают плодотворное сплетение корней, и новую порцию, а кое-где высекают искры друг из друга, потому что приходится какими-то твердыми, не сопоставимыми, не соизмеримыми вещами друг к другу. И все перепуталось, и некому сказать. Вот это некому сказать, это потрясающе. Это ведь именно о том, что не хватает настоящему поэту и художнику, настоящего слушателя. То есть некому сказать, кому пожаловаться на то, что случилось, с кем побеседовать, с кем объясниться в том, что происходит. Это экзистенциальный силой вопрос, говоря казенным языком, да, но и одновременно прямое обращение, некому сказать о том, что происходит, да, что постепенно холодея, все перепуталось, и сладко повторять, Россия, лето, лоролея. Почему сладко повторять, и почему постепенно холодея? Потому что остыли, помните, да, горячая кровь тючевская, декабристская, остыли замыслы, остыли волнения. Умерли люди, которые это делали, да, умерли те, кто их казнил, ссылал, да, и вешал. Все прошло, да, все постепенно холодея остывает, да, но все равно мечта, образ, созданный вот этим вот всем комплексом, с течением обстоятельств культурных, политических, да, военных, каких угодно. Вот этот вот комплекс, он неотделим от мечты, поэтому сладко повторять, Россия, лето, лоролея, это какой-то иной мир, мир культуры, мир духа, где независимо от трагедии конкретной человеческой жизни, трагедии выбора, трагедии потери друзей, трагедии, да, государственности, государственность всегда трагична, поэтому квадриги черные вставали на добы, каждый раз, когда я прохожу мимо какого-нибудь театра, я просто вспоминаю эти квадриги, это гениально, квадриги черные вставали на добы на триумфальных поворотах, триумфальные повороты, а триумф-то вообще-то это прямо линейное шествие, то есть это вот такой парад, да, вот, а вот тут вот именно, ладно, это я вдаюсь в детали, некое духовное пространство, в том смысле, что это пространство культурное, пространство культурного мифа, и, конечно, оно по-прежнему продолжает существовать, хотя нет живых никого из действующих лиц, и политически это уже бессмысленный разговор, да, и исторически, пусть этим занимаются историки, да, это отдельно, да, а вот миф этот продолжает существовать, поэтому сладко повторять, Россия, Лето, Ворлея, это воспоминание о любви, о любви одного культуры одного народа к культуре другого народа, о единстве духа, о прозрениях, настоящих прозрениях, на пути к свободе, да, о мечте, о свободе, о мечте, о свободе художественного творчества. Напоминаю, что все это было связано вместе с Лито, они были не просто восставшие военные чины, это были люди, каждый из которых писал, ораторствовал, рисовал акварелью, вел, сочинял, был ценителем того или иного вида искусства, был очень начитанным человеком, образованным, говорил обязательно по-французски, да, многие говорили по-немецки, читали. Это было не просто так связано, да, вот, и, конечно, когда читаешь это стихотворение, все это и многое другое неизбежно всплывает в памяти. Мандештам, он такой, он заставляет тебя мобилизовать все твои знания по истории культуры, по истории литературы, но сделать это так, что ты не экзамен сдаешь, а словно вживую забыл со сном, да, увидел на секунду вот то, что происходило, причем это не прошлое, это не какое-то конкретное место или время, да, это вот тот другой мир культуры, в котором все эти реальности существуют, как в Платоновской пещере, да, в виде неких теней, в виде неких вот таких вот образов, вот такой Мандештам. Что ж, а с точки зрения экзаменационных знаний, вероятно, я, конечно, не раз ошибся, да, и это тончайшая нить толкований, да, и ассоциаций, которые, над которой столько поработали замечательные Мандештамоведы, вот, и, конечно, она не поддается анализу на пространстве нескольких минут нашего с вами разговора. Вот такое стихотворение. Перечитывайте классику. Мандештам бездонен. Рассказывая об этом стихотворении через год или через месяц или через 20 лет, я бы сказал совершенно другие слова. И наверняка скажу, к лучшим стихам о классике мы возвращаемся в свою жизнь многократно, потому что жить без них не можем. В этом и есть суть классики. Спасибо за внимание.